Всем привет! На связь выхожу из машины, еду сейчас в школу, маловая сегодня детский корпоратив-дискотека, еду следить за детками, вот, кушать приготовила, все, вот, видите, я сейчас в этой вот лавандовой кофточке, про которую я вам говорила, да, она мне пришла из H&M, а вообще очень классно, мне она так нравится, вообще цвет прикольный очень, такой нежный-нежный. Вот, сегодня пятница, по плану особо никаких дел таких нет, может быть, попозже чуть-чуть с вами поболтаем немного, и, в принципе, загружать вас больше никакой такой информации я не буду, вот, выходные, уже такое предпраздничное настроение, уже хочется что-то быстренько доделать, все дела, суета, сегодня последний день в школе, наконец-таки, слава тебе, господи, уже все, отмучились, скажем так, теперь уже со следующего года, конечно, программа нон-стоп, у нас 10 класс, вот, так что еду в школу, если получится, засниму класс, но, честно, даже показывать особо не хочу, это потому что, ну, абсолютно сделали не так, как я планировала, вот, в общем, такие дела, настроение хорошее, все замечательно, поэтому поехала я. Девчонки, пришел мой заказ из H&M. Когда я вам снимала новогодний образ, я вообще подразумевала, что вот платье-комбинацию я одену в домашних, ну, условиях, то есть, мне кажется, это было бы прикольно, вот такую вот кофточку, она очень теплая, она такая, знаете, прям тоненькая, такая прям классная, очень нежная. Вот такую кофту лавандового цвета накину сверху, и она освежит образ, делаю какой-то такой легкий макияж, и мне кажется, будет прикольно. Ее можно либо расстегнутую одеть, либо застегнуть, но, скорее всего, расстегнутую. Она очень прикольная, здесь вот такой вот большой вырез, и она на плечи ложится, ну, очень так прям красиво, я уже померила, но снимать не буду, потом как бы покажу вам это все. Она у меня в размере L, и покупала я ее, девочки, за 1954 рубля. Она стоила 2,299, вот вышла мне, ну, так, примерно приблизительно 2 тысячи. Классная очень, я ее хотела, она мне очень понравилась, и цвет очень приятный. И еще, девочки, я взяла, я долго искала себе ремень. Значит, ремень такой широкий, замш, но это искусственный, естественно, замш. Сзади он на резиночке, он вот так вот застегивается. И, в принципе, он смотрится очень круто. Его я взяла под вот ту полосатую рубашку из H&M. Как бы она широкая, но под ремень она будет классно смотреться. Еще у меня есть пару платьев, которым, ну, требуется тоже ремень. Я долго смотрела, присматривалась, но вообще, если честно, он очень круто смотрится. И ремень этот вышел, я вот все успела купить на скидках. Вот черная пятница, когда была, заказала это все, и вот оно мне потихонечку приходит. 1019 рублей ремень вышел. Ну, он классный, он стоил 1200, 1199, вышел 1019 рублей. Вообще, ну, прикольный, очень даже прикольный. И они идут по размерам. Этот размер L-ка. То есть, смотрите сразу, если, например, вы его хотите на талии носить, мне он большева. То есть, M-ка была бы идеальна. Обязательно учитывайте размеры и смотрите по объемам. У них, вот в таблице, которая у них там приведена. Потому что он чуть-чуть большеват. Единственное, что здесь можно сделать, это каким-то образом вот здесь прихватить резиночку. Чтобы сократить. То есть, на больший размер L-ка подойдет отлично. То есть, потому что резинка растягивается и с одной, и с другой стороны. А вот, конечно, на мой размер, там, да, 48-й на талию прям большеват он. Но я что-то придумаю. Можно, как бы, здесь, видите, вот, перестрочить это дело. Так что, вот такие вот у меня покупочки. Свиттер мне очень нравится. Вообще, цвет обалденный. Прям очень классный и очень комфортный. Так, смотрите, перетрансформация квартиры продолжается. Я все запомнила, когда вы мне писали о том, что халаты висят на двери. Это какой-то кошмар. В общем, я вчера сидела, красилась, и меня просто осенило. Я вам клянусь, вот серьезно, это вот настолько интересно все. Я сидела, сидела, вообще ничего не предвещало вообще того, что я придумаю. Вообще, выход из ситуации оказался абсолютно простой. Смотрите, что я придумала. Вы видите, это дверь в гардеробную. То есть, она у меня практически всегда закрыта. Пожалуйста, решение всех вопросов. Халаты висят на вешалке. Дверь закрыта. И все отлично. Единственное, мне, конечно, не нравятся вот эти просветы, то, что здесь видно. Но я думаю, что я их потом заклею пленочкой бежевой, и будет вообще отлично. И получается, что у меня дверь вообще отлично, супер смотрится, чистенькая, аккуратненькая, без всяких халатов. И еще, девочки, придумала, но мне надо вот просто для достижения этой цели попасть в Икею. И вот эти чехлы я у них покупала, но они продаются набором. Они очень удобно расстегиваются. Да, это вот я два повесила, это просто короткие. Мне нужно купить все чехлы на, значит, костюмы и также на рубашки. Потому что однозначно это все пылится. Теон, выходи. Не может она, когда закрытые двери, сейчас будет назад проситься. В общем, эта вешалка однозначно будет стоять здесь, потому что мужу удобно. Он пришел, разделся, все как бы снял. И рубашки я нагладила, и они не мнутся ни в шкафу, ни в гардеробной. Там вот как бы удобно. Поэтому я просто сделаю вот так вот все в таких чехлах. Единственный минус, они продаются в наборе. По-моему, 4 чехла, 2 коротких и 2 длинных. Длинные мне не нужны, но я их использую для верхней одежды на зиму. Я повешу, это все будет висеть в белом цвете. Но я думаю, что будет более или менее нормально. Девочки, хочу еще похвастаться. Мелкие у меня, ну, очень любят мастерить. И вот, смотрите, мужу, он сделал вот такую вот машинку на трудах. Это то, что я вам все время рассказываю, он допоздна сидит на уроках труда. И вот учитель поощряет, это все помогает ему. В общем, он сделал вот такую формулу, разукрасил ее, выпилил из дерева. Ну, мужу очень приятно, он увлекается формулой 1. И ему очень нравится, как бы, этот вид спорта. Вот он сделал ему такой подарок. А мне, тадам, тадам, смотрите, что он мне сделал. Это просто прикол вообще года. Значит, это кнопка. Это кнопка на 10 миллионов подписчиков. Когда он мне ее принес, я чуть в обморок не упала. То есть он старался, выпиливал ее. И сказал мне, значит, такие слова, что у всех есть серебряные кнопки, золотые за миллион. А такой, как у тебя, деревянный на 10 миллионов подписчиков, ни у кого 100% нет и не будет. В общем, пожелал мне удачи. Он хотел подарить мне ее на Новый год, но не выдержал. В общем, вот такой подарок он мне сделал. Я считаю, что это очень достойно. Вообще очень круто. Я вообще безумно рада. Я сейчас, когда сделаю себе полочку над столом, я ее обязательно туда поставлю. Это будет мой талисман. Я надеюсь, что у меня все получится. Девочки, ну, села с вами поболтать немножечко. Сейчас по-быстрому сделаю вам обзорчик один. У меня девушка одна просила. Вы каким-то образом и чудом в уголочке там приметили у меня массажер для лица. Я хочу сейчас вам его показать. А вот такой массажер. Он очень классный. Мне он очень нравится. Скажу вам сразу. У него очень много функций. То есть, его можно использовать как для тела, так и для лица. Храню я его возле дивана. То есть, чтобы вот, например, сесть, смотреть телевизор. Не надо идти вставать, убирать его с шкафчика, доставать там, знаете, лень там и все тому подобное. Смотришь телевизор, взял и сидишь, себя расслабляешь. Этим массажером можно делать массаж лица. Очень классно. Но на самом деле, посмотрите в интернете, потому что там очень много методик. Я могу сейчас там, ну, что-то неправильно вам показать. А вообще, я тоже смотрела сама в интернете, потому что здесь особо в аннотации только показаны зоны, где можно делать. В каких местах можно делать им массаж. Когда у меня болит, например, голова, я очень часто вот прохожусь по голове. И у него, знаете как, у него вот здесь вот такие вот точечки, такие вот, такая поверхность, она очень расслабляет голову. Вообще, и очень мне помогает при головной боли. И еще мне нравится делать вот здесь вот шею. Потому что, ну, у меня частенько болит голова, да, и вот какой-то застой. Я всегда вот сажусь и вожу себе потихонечку. Там, знаете, мне нравится классно очень. Поэтому вот мой отзыв, пятерка, сто процентов, он классный. Если где-то вы себе его увидите, приметите, то обязательно закажите. Я его покупала в Краснодаре. Я беру Amway, там точечка такая одна есть. Не магазин, даже ничего с рук там человек продает на рынке. Я у него его увидела и как бы купила. Так что вот мне он нравится. Давайте немножко поболтаем о моих планах. Сейчас немножко так вот отойду от темы и объясню. Я не выходила в эфир по одной простой причине. Девчонки у меня было состояние, просто не стояние. Я не могу вам его объяснить. Это связано с женскими днями. В общем, короче говоря, я только сегодня вообще пришла в себя. Вообще как-то реанимировалась. Потому что уже я понимаю, что лежать и, грубо говоря, умирать уже времени у меня абсолютно нет. В общем, все, я пришла в себя. Все супер. Но я надеюсь, что вы меня поймете. Потому что у меня, например, вот так вот. Все, что связано с этими делами. У меня вот такое вот состояние постоянно. Причем я не могу вообще ничего с ним сделать. Значит, рассказываю вам о своих планах. До Нового года осталось 4 дня. Мы уезжаем в Краснодар в среду. И у меня осталось 2,5 полноценных дня, когда я могу приготовить, купить подарки. Это все запаковать, собрать вещи, перестирать, привезти квартиру в должный вид. В общем, все это мне нужно успеть за 2,5 дня. Возможности, например, начать это делать раньше у меня не было. Потому что, ну, покупать продукты, готовить однозначно надо вот. Прямо перед самым отъездом. Убирать квартиру тоже. У меня придут жить ребята. Мы уедем. И уже я вам говорила о том, что придет моя знакомая. И она будет жить у меня все 10 дней, пока мы будем в Краснодаре смотреть за кошкой и за попугаем. Потому что Новый год мы едем отмечать в дом на 4 дня. И поэтому я ее с собой туда брать не буду. Потому что она может сбежать. Попугай-то это полбеды. А с кошкой нет. Рисковать я не буду. Но и опять-таки им стресс. Поэтому ребята будут жить у меня, отмечать Новый год у меня. То есть я вообще абсолютно спокойно за квартиру буду. Все будет под присмотром. В общем, одной проблемой меньше. Покупка подарков. Мы уже, в принципе, определились с подарками. Я частично вам в течение этих двух дней покажу, что мы будем дарить кому. Но, если честно, поймите меня правильно, что меня смотрят как и мама, так и свекровь, так и мне сестра. Все меня смотрят и дети меня смотрят. Поэтому, я не знаю, каким-то образом я либо потом покажу вам, что я придумала дарить своим родным. Значит, что, ну и подготовку тоже покажу. Девчонки многие спрашивали, что я буду готовить, как это все будет выглядеть. В общем, я тоже в процессе. Буду все снимать, все вам показывать. Потому что, ну реально, я не знаю, если честно, я только сегодня вот пришла в себя, повторюсь, да. И у меня такое состояние, что я вот очнулась, да. И мне надо бегом-бегом все это делать. В общем, у меня вообще, вот я уже убралась сегодня в квартире. Мне нужно еще сегодня погладить. В общем, короче говоря, я уже составляю список продуктов и то, что я буду готовить. Ну, я думаю, что все будет нормально. Немножечко по Новому году. Я вам так скажу, что мы поедем. Я боюсь, что я там редактировать и выкладывать видео не смогу. Но мне так кажется, потому что компьютер у меня остается здесь. И, скорее всего, возможности у меня не будет. Но у меня там есть одна задумка, как это все сделать. Если я ее воплощу в жизнь, то, значит, видео будут. А если, конечно, у меня это не получится, то тогда мы с вами увидимся уже в январе месяце. Извините, пожалуйста, но вот как-то так. А так вообще, если что, я буду выкладывать в Инстаграм побольше информации. Может быть, в эфирчик выйду. Покажу, как мы там отдыхаем. Так что, если что, подписывайтесь, смотрите. Ну, сто процентов там я буду вот светиться. Потому что это будет с телефона все происходить. Значит, что еще? Давайте болтаем немножечко на тему, значит, ваших вопросов. Девчонки мне писали, расскажи нам, пожалуйста, как ты распределяешь свой бюджет, как ты его планируешь, как вообще у тебя это все происходит. Честно, я не могу экономить. Ну, не могу и не получается у меня ничего. Я довольно-таки расточительная. Мой принцип по жизни, знаете, какой, девочки? Может быть, это и неправильно. Я не то, чтобы живу одним днем, но я умею, знаете, как вот радоваться. Например, вот у меня есть сегодня деньги, да? Я не буду их прям вот откладывать. Ну, я понимаю, да, допустим, если, конечно, я понимаю, что у меня там завтра ничего не будет, там через какое-то время я не могу ни на какой-то приход рассчитывать, да, материальный, то я, конечно, их не потрачу. Но если я знаю, что у меня будет этот приход, я пойду и куплю там детям себе, там мужу какую-то вкусняшку, какие-то подарочки, да, порадую их, получу от этого удовольствие, либо кого-то порадую. И получу от этого удовольствие. И денежка потом сама-сама ко мне возвращается. Поэтому вот насчет экономии, ну, наверное, это точно не ко мне. И к правильному распределению бюджета это точно 100% не ко мне. Все, девчонки, буду с вами прощаться. Было приятно сегодня провести с вами этот день. Всем пока-пока.